Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Смотри Учись, с вами Егор. Миши сегодня не будет, к сожалению, тут со временем у нас совсем беда. Миша сейчас играет стример с батл, кто следит от ББ. Вот, соответственно, много времени на это уходит, а у него по три матча в день. Вот, сегодня целый день катал. Там они одну игру выиграли, две проиграли. Вот, поэтому вот у него сказал, что устал очень, не может записать, поэтому я сегодня в соло. Ну, надеюсь, в будущем Миша будет появиться, если не будет прям так сильно уставать, как сегодня от Турика этого. Вот, ну и, собственно, посмотрим сегодня с Венчиком. Нашел игру Пьюра, опять же, недавно мы его записывали и сделали такой вывод, что надо его почаще записывать. То, что у него такие билды интересные, он часто экспериментирует, герои тоже, полгероев необычный большой ранг. Вот, ну и в целом играет очень круто, это очень показательный геймплей от его лица. Ранг у него 79-й. Тут еще также есть Катаоми. Кертен Келли на Пудже. Опа. Все, показалось, что он в Све нахукнул. Но, не тут-то было. Кстати, Кертен Келли уже второй раз смотрим, чтобы в противоположной команде был на фейн Пудже. В прошлый раз мы, по-моему, Мираку смотрели и там Кертен Келлин на Пудже играл. То есть он, видимо, этого героя спамит. Текущая мете. Как-то так. Вот, здесь будет такой прикольный билд через очень ранний Орчид. Вот. И что-то я посмотрел на Протрекере. Так, довольно-таки часто билдятся, кстати. Паджик тут явно. Слишком много о себе возомнил. Но там просто, этот, телепортировался на Фурионе. Наперед. И, видимо, было ощущение у Пуджа, что они могут здесь Све нахука оформить. Но не тут-то было. Нормально, нормально. Че, еще и килл достался. Выжил прям на кропалях. Опять же, вот пятерка Герокоптер. В текущей мете неплохой игрой на лейнинге. Потому что ему, по-моему, несколько патчей подряд Рокетбэра жапали. Или только в одном патче. Блин, тут не пишется, жалко. В каком-то из последних патчей ему Рокетбэра жапали дэмэдж. И благодаря этому начали его пикать на 5, на 4. Вот, и порой вот на лейнинге. Он может очень полезным быть. Из-за того, что он вот очень много дэмэджа залетает с Рокетбэраша. Особенно, если там по одиночной цели никто делить этот дэмэдж не будет. То там нормально может лицо отвалиться. Особенно для ранней стадии игры это прям чувствуется. Тут еще, благо, линия держится у него под Тауэром. Потому что, опять же, по ХП просел. Вот и из-за того, что линия держится, он уже вон почти фуловый. Новую пачку танку секс довез. Что там просел в моменте. Так, ну тут... Теперь будет линия пушиса. Судя по всему, Фурион отпулю в этот момент. Такая немного неприятная история. Но сейчас хотя бы у него... С ХПшкой нету проблем, поэтому... Вряд ли тут что-то противники смогут придумать. Берет себе стики очень рано. Опять же, стоит против Фуриона. Фурион часто спамит с прутами. Так, и кстати, опять нападение. В этот раз намного перспективнее выглядит. Наверное, тут Суэн не выживет. Да, разменялся. Но размен невыгодный, потому что он, кстати, не получил за пуджа. Обидно. Может, тут Фуриона добьет герокоптера? Ну, судя по всему, добьет. А еще ветку посадил. Ну, решил от вышки умереть, чтобы зарефили со мной. Продолжим после небольшой паузы. Хотите подарить бабушке аркану, чтобы она играла с комфортом? В этом тебе помогут эпиксы. У них каждый раз новые рундучки и бесплатный батл пас, где за каждый 15 левел дают легчайшие арканы. Также завезли бесплатную мини-игру Treasure Hunt. Помоги кунке дойти до сокровищ за 4 хп и залутай бесплатные шмотки. Сделанные тобой шаги сохраняются. За них можно зафармить мега-сундуки, где лежат бесплатные шмотки. А топ-1 дня и топ-1 ивента получают особые бонусы. Ссылочка находится в закрепленном комментарии, а также промокод на 15% в бонус и экстра попытку в мини-игре. Удачи! Возвращаемся в игру, с Вен Реснулся. Ну и сделал телепорт-бот. Ничего особо не произошло. Так, кстати, вот опять на него нападение. Вот это вот уже будет очень обидно, если он умрет в этом моменте. Не умер, благо, но по Ресам очень сильно просянулся. Ну-то, наверное, он подошибся. То, что там геррокоптера не было, и он пошел в соло. Его за это наказали, очень много Ресов выбили. Пришлось реген покупать. Вот что тут несет, да, себя в курьере? Что-то... Фух, прям чуйка подсказывает, что нельзя сейчас камеру переводить. Паджик хуканул. Фух, на тоненького момента получился. Закурим пополам. Оформили этого пуджа. Еще и фраг достался, замечательно. Очень круто на стеке забать. Ух ты! Еще и фраг он оформил геррокоптер в соло. Ну, правда, тут Мирана перетянулась, да. И геррокоптера отправила тоже в таверну. Ну, а на свой живот, все, по кайфу. Да, все, донес реген, танго. Уже второй раз это делает, не ленится. И играет через ПТ-шку, опять же тут. ПТ-шка более классический подход к Свену. Давайте я музыку включу, забыл. ПТ-шка более классический подход к Свену. Ну, есть еще опция, там, Фейзи купить на него. Менее популярная, но вот так играет Ятора. Очень любит он Фейзи на Свене. Тут логика в том, что ты покупаешь себе Фейзи. И потом ты берешь таван десятого на атак спид. И, соответственно, тебе... Ну, компенсируется отсутствие скорости атаки. От того, что ты не взял себе ПТ. Вот. Ну, еще Фейзи компенсирует тоже армор. В том плане, что ты потом в любом случае покупаешь Момчик. Момчик у тебя там сколько армора забирает, не помню. Восемь. Что-то я долго думал. Восемь армора забирает, и Фейзи, соответственно, ну, хотя бы наполовину вот этих минус восемь арморов, они, в принципе, это компенсируют. То есть мне вот лично больше Фейзи в этом плане симпатизирует, что вот я в этом вижу логику. Потому что, опять же, из-за того, что ты берешь талант, из-за того, что ты берешь Мом, как-то вот Фейзи мне больше нравятся. Но в основном все-таки ПТ. Все-таки ПТ. ПТ чуть больше фарм твой увеличивает. То есть ты на ранней стадии быстрее качаешься, опять же, быстрее лес фармишь за счет атак спида. То есть ты первое время там, ну, просто максишь пассивку, второй скилл, качаешь лесочек, собственно, Фейзи в этом плане чуть похуже. В плане наращивания нотворца. Давайте, кстати, нотворца уже переключимся. Ну, тут довольно-таки логично, что у него все довольно-таки неплохо. Они круто линию постяли, только 4 асиста может смущать 4 асиста довольно-таки много. Хотелось бы больше киллов. И сразу же себе еще нейтралку выбил. Ульту не шалит, как видите. Ульту не надо шалить на Свене. Потому что, опять же, ты никак лучше эту ульту не можешь... Ну, чаще всего ты никак лучше не можешь эту ульту реализовать, нежели чем. Просто нажать вот на лесной кемп. Соответственно, у тебя чуть темп быстрее за счет этой ульты. Темп фарма. То есть он тут кликнул и быстро зафармил. Ульта от ГД, что он опять кликнет. Ну, по-моему, тут... Классика. Вот, нейтралку себе взял, кстати, на ХП-реген. Хорошая нейтралка, но... Видимо, там выборка была совсем печальная. То есть я эту нейтралку обожаю, но вот конкретно на Свене... Не совсем уверен, потому что... Скорее всего же Свен не должен проседать по ХП. Потому что, ну... Потому что он играет с Момом. Мом дает вейв стил. Ну, кстати, посмотрим. Может, и проседает все-таки. Ну, что-то мне кажется, что не должен. Но на Нэншах, на Нэншах присядет, да. На Нэншах разве что присядет. Может, нормально. Это не торопит сработает. Посмотрим. Так, ну и все. Сейчас у нас план на игру довольно-таки простой. Ну, как и чуть ли не на любой... Не на любом керри. Ты просто бьешь крипов. Из-за максимума второй скилл. Ну, и надеешься на то, что тебе поспейсит команда. Ну, и желательно поспейсит, при этом не умирая. То есть, к сожалению, немного фидят у него командочка. Ну, что-то есть. Купился, кстати, в Виндлэйс. В Виндлэйс тоже очень крутая тема. Это компенсирует твой моспит. В том плане, что ты играешь без фейзов. Вот, ПТ не так много моспида дает. Плюс Сван сам по себе такой медленный. Вот, а когда ты берешь и в Виндлэйсе ПТ, ты между спотами гораздо быстрее двигаешься. Соответственно, быстрее фармишь. Крутое убийство. Белка туда сетапила килл котлами. Бывший тиммейт, причем Пьюра. Он с ним раньше в Энтити играл. Там еще были слухи, что Пьюра он звал в ББ кота ОМИ. Но там не сложилось. То есть они... У них хорошая синергия. Так. И еще один килл. Вообще шикарно. То есть видите, он... Вот в этот раз сульту он очень-очень сильно реализовал. Он получается тут и... Мирану оформил. И... Паджика. При этом еще профармил. Вышку пробил. Да. Хорошо, в общем, вышло. Нетворс Ра уже очень сильно подскочил. 6200. Игра складывается замечательно. Так. Ну и вот, собственно. Тот самый Орчат в Хикбайе уже есть. Орчат в первую очередь против Пака. Я думаю, тут такая логика. Против Пака звучит прям офигенно. Что Паки, они с Часу играют очень жадно. Они не любят сейф айтемы покупать. Потому что им нужно играть темпово. А нужно брать Вичблэйт обязательно. Да, вот этот ранний. Потом там, не знаю, что там берут. Блин какой-нибудь. Собственно, вот если кто-то рано Орчат возьмет, Пак может просто нереально жестко выпасть из игры. Просто несколько раз вряд умереть. И вот это очень крутой подход. Мне он всегда нравилось. Вот против таких героев брать Орчат. Собственно, посмотрим, как оно сработает. Ну и, собственно, дальше качаемся. Особо тут опций нет. Отвел также курьера, чтобы взять себе предмет. Так, и вот и Орчат. Ну, прям интересно выглядит. То есть это не этот классический Слен, который покупает Сабля. Сабля Мом. Тут немножко по-другому он сыграл. Так, и, кстати, будет пробовать Пуджа здесь убить. Как-то прочитал на Пуджа, видите? Видимо, за счет вот этого скана. Не знаю, как он догадался до этого скана. Вроде Вижен тут, конечно, стоит, но Слен он не мог видеть на этой Вижне. Ну, молодец на Пуджа. Чуйка у него сработала как-то. И, кстати, видите, вот увидел Пак. Хотя нет, тут, наверное, вряд ли он Пак увидел. Просто пофармить тэпнулся. В боте все-таки закачал. Ну и, кстати, нормально тут. Довольно-таки выгодно тэпнулся. Фривышка. Плюс ульту релизовал. Много закачал. И тут еще неподалеку аншенты. Кстати, я уже на секунду подумал, что он не на аншей пойдет. Потому что он как-то странно моваться начал. Но все-таки коншам. Давно пора, да? Уже коншентом переходить. Плюс еще скоро будет руна мудрости. То есть тут в любом случае нужно тусоваться в этой области. И нужно закачать здесь аншентов. Потом слева аншентов. Потом взять там руну мудрости. Потом опять аншентов закачать. И там... И тут... Ну, тут все, в принципе, понятно. Вот пир очень хорошо фармится. Он очень эффективно качается. Мы это еще на алхимике, его реплеи подметили. Все-таки, ну да, игрок первой позиции. 13000 ммр аппл. Хотя не помним. Аппл? 13000 ммр пир. Подзабыл. Эх, жалко. Тут не успел арчить нажать. Но белка подсевила. Плюс еще отстрелы увидели, как ювелирно увернулся. Ну, кстати, дисциплинированно играет. Не давит в этого пуджа. Все-таки пудж очень плотный. Там дофига армора. Подозреваю, что там есть вейл. Талант на армор и фейзов. Что-нибудь такое, да? Ну, вейл есть. Талант на армор пока что нет. Фейзов пока что тоже нет. Ну ладно, что-то я переоценил, значит. У него нетворс не такой хороший. Нормально, в принципе, выжил. Ух ты. Подогнали ему тотайс армор. С4 армора. Думаю, крипчик съеден. Интересно выглядит. Ну, кстати, прикольно. Он с шивой ранний. Сайз с армором. У него, видите, сколько брони? Это ж вообще неадекватно. Там под полтос армора. Да, кстати, пингует, что у него здесь есть блинк ранний. Соответственно, под блинк надо бы что-то придумать. Плюс ультимейт имеется. Выглядит логично. Попробовать что-то сделать. Подождал тут, когда захватят. Смотрителя. Просканили так же. Вы понимаете, что здесь... Кто-то есть на иншах. Но тут таргет показался. Пак. Это иллюзия. Прошла информация. Это, кстати, что было? Вы видели? Справа герой какой-то пробежал. Где мираны? Пьюр этого не заметил. Так, кстати. На самом деле позиция неплохая. Потому что он с себя фокус снял. Тем, что вот так в тень ушел. А сейчас тут... Дело за малым. Нужно прийти добить просто. Ой, как же... Шикарно фурион тэпнулся. Прям под свой. На блин фраге, правда, не доставил. Не достались. А вот реализация арчида. Мирана не может липнуться. Жалко, правда, что не в пака. Мне кажется, он мог попробовать в пака блинкануться. И в него орчит. Нажать. Убил Мирану. Хотя бы так. Но еще там немного неприятно, что белка дабылкил застилила. Орешек там такой был. Неприятный. Пофуриону. Ну да ладно. Так. Пуджан. Не факт, что они пробьют. Да, Пьюр это понимает. Все-таки, опять же, много армора. А вот с ДДшкой, с ДДшкой уже другой разговор. С ДДшкой пробьют. Наверное. Ну да. Тут еще подошла белка, герокоптер. Инвокеры. Ну, изначально был. Ну да, вот с ДДшкой гораздо проще, конечно. Вынесли. Легко. Так. Взял все таланты. Довольно-таки поздно, кстати, талант себе взял. На удивление. Я почему-то был уверен, что 10-й талант надо рано брать. Что это все-таки твой фарм. 15 от экспида. Но вот в приоритет поставил за Максисе. Третий скилл. Ну и первый. Что интересно. И талант вообще на 15-м уровне только взял. Ну, здесь выбор без выбора. Абсолютно, наверное, всегда правый талант. Перезарядка ульты. Очень полезная штукенция. Ну, конечно... Сплэшик тоже прикольный. Там может быть против иллюзионистов каких-то. Разве что. Ну, перезарядка ульты более классика. Сплэш — это так. Ситуативно. Можно взять, конечно. Так, и нейтралка у него в Амбрейс. Вот так вот, значит, решил. Есть вольта. Можно попробовать подраться. Отличный дум. В идеальный таргет. Правда, блин, вижена нету. И Пак просто тп-аут сделал. Неловко вышло. Так, и должен еще пульжа подловить. Сормально. Надеюсь, фраг для Свена. Да, тут дэмэджа много. Фраг, несложно. Забрать. Все, отлично. Блин, пока арчит, так-то прикольно. Он же еще тебе Маннерген дает. Как раз вот. Насвоение Маннерген. Вещь. Очень важная. Ух ты. Аталанта он взял на продолжительность третьего. Интересно. Интересно. Наверное, вот тоже вот логика, я думаю, такая, что он играет с ПТ, а не с фейзами. Плюс у него просадка по армору с Момчика, да? И чтобы компенсировать это вам за все. Не атак спит? Потому что атак спит ему дает ПТ. Наверное, тут такая логика. Могу ошибаться. Ну и плюс еще у противников нечем диспелить этот третий скилл. Тоже нужно всегда учитывать. Если нету диспела, то почему бы и нет? Диспелом такой талант он бы не стал дома убрать. Тогда понятно, тогда понятно, почему он сначала третий замаксил, почему он там первый замаксил, а не брал талант на атак спит. Я как-то этого даже не прочитал. Восемнадцатый хочется дофармить уровень, чтобы ульта в три было. Там КДшка 85 всего лишь. Предлагаетесь макануться с союзниками. Ой, извиняюсь, ребят. Хотел очень посмотреть закуп пака, и тут как раз они у него напали. Ну и вот очередная, собственно, реализация Арчида. То есть, видите, вот паки, они... Видишь, он Юла покупает, но уже слишком поздно, он уже три раза сдох. У него уже игры нету, он очень сильно по темпу выпал. И все это благодаря вот этому Арчиду. Мирана тоже, собственно. Она вряд ли что-то себе взяла против этого Арчида. Тебе тоже очень нелегко играть, когда нажимается на нее Сайленс, и она не может липнуться. О, кстати, Миранка. Маринка. Хотел красиво с Плэшем убить, но чуть ли... Чуть ли не этот... Не зафейлил и не отпустил. Забавно. И сразу себе Блатторн загрейдил. БКБ пока что не нажимал, да? Он ни разу, да. 9 секунд пока что БКБ... Не получилось реализовать. Возможно, он мог чуть позже днее закупиться, но... Это уже сложно. Знать наперед, как игра будет складываться. Так что МКБ... Навряд ли ошибка, что он взял. Ну, точно, не ошибка. Так, есть ульта. Может получиться хороший файт. Там опять дум в пака залетел. Правда, пуджик рукнул. Есть БКБ, кстати. А вот этот вот БКБ и... И зарешает по-любому. БКБ нажал. И все, хрен, ты что ему сделаешь? Нашел все-таки момент... БКБ реализовать. Так, ну и можно Тауэр пока ГДС работает. Тауэр еще вынести сверху. Нетворс. 8500. Ну, блин. Максимально идеально играет. Не знаю. Мне прям нравится реплей его смотреть. То, как он фармит, круто. То, какие решения принимает. Билды тоже. Вот он молодец в этом плане. На тройке тоже он офигенно играл. И его регулярно реплей смотрел. На третьей позиции. Но правда, вот тройка такая роль. Там вот... С билдами он особо не экспериментировал. Ну, и с героями тоже, в принципе. У него там пул не такой большой. На первой позиции тут гораздо он гибче может. У него и героев больше есть в пуле. Ну, и с билдами. Гораздо проще на первой позиции. Че-то выдумывать. Так, и пошел Рошана убивать. А в акрите бы. О-о-о. Сразу же дэмэдж. 600. С авакрити. Ну, яйгес себе взял. Это, в принципе, у него... На инволкере он-то где-то сзади, в основном, позицию держит. Мой яйгес вряд ли пригодится. На сване, конечно, не всегда хочется айгес брать. Из-за того, что если ты ресаешься без ГДСа после айгеса, то у тебя герой бесполезен. Ну, тут просто вот прям реально на инволкере, по ощущениям, вообще этот айгес не сдался. Потому что он такую более вспомогательную роль играет. На думе. На думе тоже, в принципе. Че он с этим айгесом сделает. Так, очередная реализация Арчида. Опять тут убил Мирану. Не смогла она никак липнуться. Кстати, видит луну. Есть ульта. Он там прокликал. И если БКБ у неё, по-моему, там БКБ нету. Ну да. Если бы БКБ была, скорее всего... О, там, кстати, вообще чуть-чуть на БКБ не хватало. От Мансил, кстати, от хука. Но поджаблой будет сложно прибить. Хотя... Не, чуть... Я думал, если честно, не убьют. Когда тиммейты подошли, контроля выдали, то... То нормально, короче. И всё. Там двух героев пиков. Налее можно и потихонечку в сторону выносить. Ух ты. Опять, смотрите, Блатторн. Но, правда, Юла всё-таки на паке взял. Но на паке максимально не хочется ещё покупать Юла вообще никогда. Но против Блатторна приходится. И это вот всегда... Ну, просто жесть, как сильно у тебя из игры выбивает. То есть у тебя там и дэмэджа нету. У тебя темп портится. И уже такое более вспомогательное айтем. Но под сейв. Так, кстати, сейчас, наверное, опять горчит. Хотя нет, я думал, сможет подловить. Но нет, не смог. Муншарси положил вместо Момо. Нарезать стал гораздо быстрее. Так, талант 20-го армор, да, там? Ну да, тут... Выбор без выбора. Правый талант... 20%... Меньше замедления ты получаешь. Под ультимейтом. Какая-то хрень. А вот 10 армора... Это вот интересно. А ну, от Варкрая. Тут и синергия с 10-м талантом. Он на Варкрае брал талант. Ну и десятка, это реально же много. То есть там та же самая луна, его вообще никак не пробьёт. Столько армора. Так. Есть БКБ, есть Егис. Опа, ЮАЖКД. Блин, жалко, тиммейта не успели поддержать. Думаю, тут бы спокойно ПАКа убили бы. Всё, тут уже отходить придётся. Ульта закончилась. Сторону сломали, всё. Теперь нужно чуть почилить. Дождаться, когда ульта откадышится. И можно потихонечку заканчивать. По третьей стороне. Третий тир, кстати, выбил. В третьем тире. Сейчас посмотрим, что возьмёт. Ну и Кьюбай, кстати, Сатаник. В принципе, тоже всё тут понятно, почему Сатаник. Разобрать Момчик надо. Вместо него какой-то предмет положить. Ну и Сатаник, собственно, это максимально экономно. Экономно. Атак спит у него есть. Без Мома. Ну, справиться. В плане скорости атаки. Муншар тут всё компенсирует. Смотрите, как быстро ульта откадышилась. Только недавно ушла в КД, а вот уже всё. И можно на третью сторону. Только вот без Эгиса. Надо поаккуратнее. Но у него, в принципе, вообще всё есть. И Сатаник, и БКБ. Эх, там ульта Фуриона сбила ему блинк. А там был хороший момент, чтобы блинканулся в Мирана. Жесть. У противников очень хорошо кнопки получилось нажать. И Сатана просто не выпустили с Вена. Но... Ну да, отбились. Минус четыре. Даже оформили. Тут не повезло. Прямо реально... Шикарно все кнопки залетели. Такой микрокомбэк от противников. Даже не микрокомбэк, такой приличный комбэк. Девять тысяч преимущества, это не так много. Так. Ничего не произошло. Скипнул тот момент. Все заресались. Сейчас будет вторая попытка зайти на ХГ. В этот раз надо поаккуратнее. Если так же за чейн станет, могут быть печальные последствия. Мирана. Мирана. БКБ. Не успел опять нажать. Фух. Ну нормально тут. Как в прошлый раз не получилось станы закомбинить. Успел он все-таки БКБ нажать. И под БКБ всех вынес, собственно. Есть еще сатаник. Можно будет отрегениться сейчас. Если дадут, конечно. Блин. Сатаник нажал, но там в инвизи что-то пак. Никто его не просветил. Печально, что не успел пару тычек скинуть. Нормально. Минус четыре героя сделали. Тут минус сторона. Сто процентов будет. Не думаю, что пактус соло может задефать. Даже без ГДС и дэмэдж крутой под Алакрити. Митралку, кстати, взял себе тунику. Ну тоже не думаю, что это может какие-то вопросы вызывать. В принципе. Хорошие остатки дает. атак спиц у вороты. Скорость передвижения. Что еще от жизни надо, да? Тут надо со стана начинать. Да, пьюр. Пьюр это понимает. Из-за того, что со стана начал. Легко этого пака вынесли. Ну а среагировать тяжело все-таки. Они там в смоке синициировали в пака. Пака понять можно. Вряд ли кто-то бы среагировал на такую внезапную атаку. Пришлось БКБ нажать. Нейвросатрон бьет бешеный. Берсерк. Вот такая катка. Всем спасибо за просмотр. Болейте за Мишу на турнире. Надеюсь появятся в следующие дни. Всем удачи и всем пока.